Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области. Негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменских областей. В текущем году множество факторов, влияющих на весеннее половодье, сложились воедино. Переуложнение почвы осенью, её последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки – всё это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тысяч жилых домов. Ситуация с весенним паводком находится на контроле у руководства государства. Наша с вами задача – принять исчерпывающие меры, чтобы защитить населённые пункты и оказать помощь пострадавшим. В субъектах, по которым есть неблагоприятный прогноз, необходимо обеспечить своевременное выполнение мероприятий, в том числе инженерных, по подготовке населённых пунктов к безаварийному пропуску паводковых вод. К таким мероприятиям в том числе относятся меры по обеспечению безопасности водохозяйственных систем, гидротехнических и иных сооружений. Особое внимание следует обратить на бесхозяйные сооружения. Я говорю, почему было такое решение, потому что это... Должны быть готовы к работе пункты временного размещения населения в достаточном количестве и достаточной вместимости. Должен быть создан запас продуктов, бутылированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости. Возможно обеспечить бесперебойная функционерная система оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо своевременно информировать население о складывающейся обстановке и прогнозах ее развития, в том числе и с использованием средств массовой информации. Людям следует объяснить, что при получении сигнала оповещения эвакуироваться необходимо, без промедления. Комиссии по оценке ущерба должны быть подготовлены заблаговременно. Они должны приступать к своей работе сразу же после того, как подтопленная территория освобождается от воды. В пострадавших от паводков регионах важно организовать контроль за уровнем цен на основные группы товаров, воду, продукты, предметы первой необходимости и, конечно же, строительные материалы. При необходимости оперативно реагировать на спекулятивный рост цен. И самое главное, люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней, с бедой один на один. Гражданам нужно терпеливо рассказывать о существующих мерах поддержки, социальных выплатах, а также о том, как они могут восстановить утраченные документы или получить кредитные и ипотечные каникулы. Эту задачу можно эффективно решать с помощью единого телефона горячей линии или с помощью оповещения через портал и приложения госуслуги. МЧС России и Минцифры готовы помочь с организацией этой работы. В кратчайшие сроки должны быть организованы выплаты пострадавшему населению. Этот механизм хорошо отработан. МЧС России готова оказать субъектам необходимую методическую помощь. Обращаю особое внимание, что такие выплаты при поступлении на счет не могут быть заморожены или списаны за имеющиеся у граждан задолженности. Это четко прописано в федеральных законах. Хорошим подспорьем в работе с населением для глав регионов являются волонтерские организации. Важно наращивать взаимодействие с ними, в том числе по вопросам сбора и распределения гуманитарной помощи. Уважаемые коллеги, перечень необходимых мероприятий на этом не заканчивается. Итоговый протокол будет направлен вам в установленном порядке. Времени на раскачку нет. Прошу организовать контроль за выполнением всех поручений. Нереагдирование по состоянию на 9... Продолжение следует...